Друзья, всем привет на канале Ассортимент! Сегодня новая распаковка от мастерской, которая делает сыродавленные масла. Я снова заказала жмыхи и сейчас покажу, как они выглядят и что мы из них будем готовить. Итак, поехали! Здесь у меня очень интересный набор. Смотрите, пачки расфасованы по килограмму, вот в таких удобных мешочках. Итак, здесь черный и белый кунжут килограмм. Сейчас я покажу, как он выглядит. Интересно. Новые пакетики. Я напомню, что шрот это продукт, который обезжиренный, остается от сыродавленного масла. То есть он практически обезжиренный и очень полезный для здоровья. Здесь, в принципе, все те же витамины и микроэлементы, которые в маслах, только в сухой форме. И вот эти продукты мы можем использовать для выпечки, для супов, для каш, для заправок, для салатов, для чего угодно. Итак, черный и белый кунжут килограмм. Дальше у нас идет жмых кокоса килограмм. Вот так вот выглядит кокос после того, как с него выдавливают масло. Вот такой вот пресс. Я его уже попробовала. Он очень сладкий, кстати, кокос. Я заказываю уже не первый раз. И кокос, в отличие от магазина кокосовой стружки, имеет сладкий вкус натуральный. Вот так вот. Кокос я буду использовать для приготовления конфет. Следующий жмых, это жмых расторопши. Он используется для очистки печени. Я буду делать заправку в салат, в суп, утром в кашу добавляю. Также можно из него делать выпечку. Вот так вот выглядят семена. Вот так вот поближе. Довольно-таки приятный запах. Будем перемалывать это все. Следующий жмых, это жмых конопли. Он также используется для выпечки, для супов, для каши, заправки. Очень хорошая клетчатка полезная. Конопля. Запах у нее довольно-таки приятный. Будет вкусно готовить. Следующий жмых, это подсолнечник. Семечки. Вот так вот он выглядит. Довольно-таки приятный на вкус. Его очень хорошо употреблять, как заправку в салат, как выпечку и для конфет. Также я делаю торты, которые без муки быстрого приготовления. И там я использую вот такие вот продукты. Семечка перемалывается в блендере, становится мукой, и из нее я изготавливаю конфеты. Следующий жмых, это жмых тыквенных семечек. Это очень классный очищающий продукт, антипаразитарный. Его также использую для супа, каши, для заправки салата. Также делаю из него очень вкусные ПП-конфеты. Кстати, как делать конфеты, я вам обязательно покажу. Вот смотрите, он вот так вот выглядит. Запах и вкус у него очень приятный. И льняные семечки, которые также используются для выпечки, для супов, для каш, для чего угодно. Вот такой вот небольшой пакетик, это бонус. Вот такой в этот раз я заказала набор, друзья. Я вам сейчас покажу, как выглядит белковая смесь, которую я делаю в блендере. Делаю ее с небольшим таким запасом, чтобы она быстро израсходовалась. Из вот этих всех жмыхов я буду готовить правильные конфеты, использовать заправку в суп, в салат и все прочее. Они, жмыхи, обезжиренные. Это позволит сделать вам ваши продукты более диетическими. Правильные конфеты, различные пироги, торты без выпечки я делаю. Смотрите рецепты у нас на канале. Вот такие вот цены, друзья. Смотрите, я вам покажу. Это цена за килограмм. Вот смотрите, конопля 70, расторопша 80 за килограмм, тыква 80, кунжут 90, 50 гривен подсолнечник и 80 гривен кокос. То есть вот такие вот цены вполне адекватные. Вот так называется мастерская Дива Али. Они также делают сыродавленное масло. И из вот этих вот замечательных продуктов очень классно готовить диетические блюда. И если вы следите за правильным питанием, вам такие продукты однозначно понравятся. Друзья, я хочу вам показать, как выглядит белковая смесь, которую я добавляю утром в кашу. Каша становится более насыщенная, более полезная. Сюда входят семена черного-белого кунжута, льняные семечки измельченные, тыквенные семечки измельченные и грецкий орех. Я это все вот так вот измельчаю в блендере и добавляю в салаты, в супы и утром себе в овсяную кашу. Вот это прям такая вот штучка от блендера. Здесь можно перемолоть. И прям вот в этой вот закрывашечке я ставлю все в холодильник. Вот такая вот балковая смесь. Все остальные рецепты приготовим на канале. До встречи в новых видео. Всем спасибо огромное за просмотр. Пользуйтесь, оставляйте комментарии, чем вы пользуетесь, из чего вы делаете конфеты, выпечку и так далее. Будьте здоровы и всем хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!